Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы просто собрались подвести некие итоги лета и с нами сегодня представители лучшие из лучших и давайте с ними будем знакомиться. Итак, с нами здесь руководитель штаба студенческих отрядов Самарской области Максим Гнатьюк. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Также с нами здесь командир студенческого строительного отряда «Легион» Самарского университета Сергей Макаров. Сергей, добрый вечер. Боец, как бы это ни звучало, может быть, слишком пафосно, но все же действительно боец педагогического отряга «Лайм» Самарский технический университет Елена Иванушкина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и еще один боец студенческого отряда проводников «Жигули» Самарского университета «Пути и сообщения» Антон Гаврилов. Антон, здравствуйте. Вечер добрый. Ну что, у нас вот стройотряды. Я предлагаю, может быть, сейчас нашим зрителям посмотреть небольшой такой видеоролик, что же такое стройотряды. Напомнить, может быть, кому-то рассказать. И вернемся в студию, будем рассказывать, чем же живет, чем дышит вот это движение в нашем городе. Российские студенческие отряды сегодня строят космодромы – крупнейшие объекты электросетевого комплекса. Работают в атомной отрасли России, на атомных станциях в Китае и Беларуси. Строительство целых жилых районов, благоустройство территорий, возведение многоэтажных домов. Участие в строительстве автомобильных дорог и крупных федеральных трасс. Возведение социально значимых объектов в городах. Перинатальный центр, аквапарк, спортивные сооружения. Стройка – это ежедневные проверки на прочность, погода, быт, тяжелые физические нагрузки. Но это то, что объединяет и сплачивает. Именно здесь рождается настоящая дружба. Ну вот она, настоящая дружба здесь, и я передаю слово Максиму. Максим, ну расскажи, как может быть у нас это все взаимодействует в области, и как вообще вот ты этим решил заняться? Мы представляем Самарское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Это на сегодняшний день самая крупная молодежная организация в нашей стране. В нашем регионе самые массовые три направления студенческих отрядов. Это педагические отряды, всем известно, это вожатые в детских оздоровительных лагерях. Это студенческие отряды проводников, которые в летнее время обслуживают пассажирские вагоны. И, конечно же, студенческие строительные отряды. Вопрос, почему бойцы-то? Бойцы строя отрядов? Это обусловлено тем, что в определенное время все это зародилось. Да, неспроста там бойцы, комиссары. Командиры тут еще сидят. Конечно же, советский дух. Понятно, но как вообще так случилось, что ты стал руководителем? Сначала я был в студенческом отряде проводников, значит, бойцом, как вы сказали. Затем уже в своем вузе организовывал эту работу. Наш университет был один из ведущих в этом направлении. И уже возглавили регион и развиваем это во всей Самарской области. Ну вот сегодня с тобой пришли на эфир, я так понимаю, ты выбрал неспроста всех этих ребят. Ты лично их знаешь, вы общаетесь, дружите. Как это происходит? Мы подобрали как раз представителей всех трех направлений и представителей разных университетов. Ну вот давайте, наверное, начнем тогда с Сергея. Сергей, ну, «Легион» так называется ваш вообще отряд. Почему «Легион»? Как ты туда попал? И вообще у тебя очень крутая форма. Расскажи, пожалуйста, о ней. Спасибо. Ну, почему «Легион» и как я туда попал? Это очень долгая история. Хорошо, пропустим. Тебе нравится? Мне очень нравится. И однажды просто было собрание, выдвинули кандидатуру и решили поставить меня на место командира строительного отряда «Легион». То есть большинство тебя поддержало, поверило? Да. Оправдываешь? Оправдываю. До сих пор являюсь командиром студенческого строительного отряда «Легион» уже на протяжении трех лет. И являюсь куратором строительного направления в Самарском университете. Что вы делаете? А пока вот нам рассказывают сейчас-то все, мы предлагаем посмотреть фотографии. Давай, рассказывай. Ну, в течение года мы занимаемся какой-то студенческой деятельностью. Учитесь, я надеюсь. Учимся. Хорошо. И как-то занимаемся, ну, как сказать, различными... Полезными делами. Полезными делами. Устраиваем мероприятия, устраиваем различные конкурсы. И в конце, ближе к самой поездке, мы организуем школу молодого бойца. Вот сейчас вот видите фотографию с нее. И там мы готовим ребят к мероприятиям и конкурсам, которые проходят на всероссийских стройках. И потом уже в июне мы, конечно же, сдаем сессию. Без этого никуда. Ну, хорошо. И в июле-август мы занимаемся работой, выезжаем на стройку и работаем там. И занимаемся не только работой, но и, как у нас называется, это комиссарская деятельность. Ну, что вот вы делаете конкретно на, ну, например, космодромах? На космодромах в 2014 и 2015 году мы ездили на космодром Восточный. Вот. И там занимались мы плотницкими делами и все, что было связано с бетонными работами. То есть мы заливали бетон, мы демонтировали опалубку, мы ставили опалубку. То есть такой суровый физический труд. Суровый, очень суровый. А девчонки у вас там были? Девчонки были на отдельных площадках, но их было очень мало. Но они также допускаются на строительствах. Ну, и как это вот выехать, я не знаю, как... Так романтично, наверное. Ну, возможно, но... А условия проживания устраивали? Условия проживания, да. Условия проживания были самые-самые нормальные. Ну, вот чем ты гордишься? У тебя тут пестрят нашивки, какие-то значки, какие-то, не знаю, элементы каких-то фестивалей, я так понимаю, каких-то сборов. Я хожусь тем, что я являюсь частью этого масштабного движения и занимаюсь по сей день, ну, как бы развитием этого движения у себя в университете. И также поддерживаем мы работу с другими отрядами и занимаемся. Ну, вы знакомы вот друг с другом были? Да, конечно. Я так понимаю, ну, вот заканчивается учеба в ВУЗе, что потом-то? Заканчивается трудовая такая вот строя деятельности? Здесь важно понимать принципиальное отличие. Есть студенческие трудовые бригады, суть которых в летнее время поработать. А классический студенческий отряд – это намного шире понятие. Это комиссарская деятельность в течение всего года, это патриотические мероприятия, это в том числе спортивные мероприятия, когда ребята уже внутри своего региона между ВУЗами соревнуются и в спорте, и в творчестве. Это различные слеты и самые разные мероприятия. Поэтому деятельность студенческих отрядов, она круглогодична. Друзья, я напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте, телеканал Самаргиз приглашает вас вступить, и обязательно комментируйте нашу сегодняшнюю запись, мы хотим узнать ваше мнение. Может быть, вы когда-то принимали участие в трое отрядах, может быть, только собираетесь вы, например, первокурсник, и хотите узнать, как вообще это сделать, куда обратиться. Может быть, просто нужно ли, не нужно, как вы считаете, такая деятельность. В любом случае, будем рады вашим комментариям, с удовольствием их зачитаем. Еле, вот ты, барышня, у нас сегодня здесь одна представительница. Что собой представляют педагогические отряды? Ну, это отряды, которые в основном направлены на воспитание детей в лагерях летних. То есть мы выезжаем на смены, и нам привозят маленьких таких ребятишек, которых мы воспитываем, отдаем им всю свою любовь. Но, прошу заметить, Лена учится в политехническом, в техническом вузе. Как так получается, что вас допускают к детям? Ну, 18 есть, и ладно. Ну, я так понимаю, знаешь, что вы проходите некое обучение какое-то, да? Да, мы, конечно же, прошли школу вожатского мастерства, обучались три месяца, и после этого, после того, как нам выдали всероссийский сертификат, мы уже приступили к работе. У нас, кстати, да, есть видео, как вообще выглядит работа вот таких стройотрядовцев в различных лагерях, которые находятся на побережье Черного моря, не только. Лена, расскажи, где ты была, и чему, может быть, ты научилась, и какой опыт для себя приобрела? Мой опыт еще небольшой. Я была только в Самарской области, в Покровке, в юном строителе. Это была моя первая смена. Очень волнительно было. Так вот просто прийти, начать общение. Да, когда тебе первое время просто так переживаешь, когда тебе привели 38 детей, ты не знаешь, что с ними делать. А потом-то все... А потом вроде смотришь, не так уж и страшно. Максим, скажи, вот, я так понимаю, вузы, не имеющие специализированного педагогического образования, также могут, да, поучаствовать в этом? Да, в течение года, как уже Елена сказала, проходит школа вожатского мастерства, которая длится три месяца. Ребята знакомятся между собой, знакомятся с движением российские студенческие отряды, проходят обучение, педагогическое обучение, охрану труда, все, что связано с безопасностью детей. Затем они сдают экзамены, и уже после этого допускаются до работы в лагерях. Лена, а на стройку поехать? На стройку? Не знаю. Не слышишь, к детям. Вот так вот, значит, вот так вот, значит. Я так понимаю, что в любом случае девушки принимаются в стройотряды, не только педагогические. Есть ли какой-то процентный состав, я не знаю, кого же все-таки больше, мальчиков или девочек? Все, конечно же, зависит от объекта, на котором. Да, непосредственно объекты, где будут работать. Есть там, где разрешается. Ну, в конце концов, да, всероссийская студенческая стройка, 800 человек. Всегда там нужны девушки. Кто-то должен заниматься кадровой работой, оформлять ребят. Вдохновлять. Вдохновлять ребят. В конце концов. Значит, там некие сервисные вопросы, связанные с питанием. Также девушки работают на отделочных работах, некие штукатурные моменты. Ну, в общем, куда без девчонок? Конечно. В любой сфере деятельности. Ну, молодежь два с половиной месяца без девушек, это совсем сложно. Вот оно что. Ну, мне кажется, поддержит разговор и Антон. Антон, ты у нас представляешь университет путей сообщения. Те самые команды, бригады, проводников. Ты тоже боец. Расскажи, как это для тебя случилось, как это произошло? Началось все три года назад. Я просто случайно увидел объявление в университете. И жизнь твоя, да? Да, идет набор в проводники. Можно попробовать поработать летом. Я думаю, почему бы нет? Вместо того, чтобы сидеть у родителей на шее, можно реально заработать хорошие деньги. Так это еще и оплачивается. Конечно. Ну, обсудим это. У нас все это очень хорошо оплачивается. Я подал заявку, оплатил обучение, прошел его. Обучение у нас проходило около двух с половиной-трех месяцев. Мы в конце обучения сдавали экзамены. То есть там пожарная безопасность, правила технической эксплуатации, ну и другие. Ну, а после мы закрывали сессию и устраивались пассажирской вагонной депо «Самара». Есть видео у нас. Давайте смотреть. Вообще, сложно ли вот так вот выйти, как говорится, на рейс, выйти в поезд и начать общаться с людьми? Ведь сложная работа достаточно. Первоначально, конечно, это все равно волнительно. Но на самом деле это такая работа, которая захватывает. Это всегда, естественно, работа связана с путешествием, с общением с людьми, по общению с людьми. То есть, что входит вообще в работу проводника? В работу проводника входит первоначальная проверка билетов, посадка людей в вагон, то есть сопровождение их пути исследования, оказывать, допустим, первую доврачебную помощь в случае каких-нибудь неприятных ситуаций. То есть, этому вас тоже учат? Да, это мы все проходим в обучении. Естественно, заработок составляет неплохой, то есть хватает, ну, скажем, на долгое время. Ребята неплохо зарабатывают. Вот. И сервис, как сказать, наш отряд, отряд проводников, он является самым крупным в Самарской области. То есть вы прям лидеры такие получаются? Ну да, можно сказать, у нас и нейтральное количество человек, что девочек, что мальчиков, ну, можно сказать, по половине, да. То есть здесь нет такого неравенства полов. Где побывал за это лето или сколько лет ты уже? Это, наверное, уже было мое последнее лето в качестве работы проводника, оно было уже третьим. Я уже побывал, объездил, можно сказать, всю южную часть России, то есть Анапа, Адлер, все побережье Черного моря. Бывал в столице, в северной столице, был и в Новосибирске, то есть столице Сибири, и в других крупных городах. Романтика тоже? Можно и так сказать. Ну, понятно, ты закончишь вуз, этот опыт тебе пригодится. Ты стал как-то по-другому смотреть на работу проводников, когда ты пассажир? Ну, если честно, я в поезде раньше не ездил, никогда до своей работы. Ну, а так вот, если разговор поддержать? Ну да, проводники всегда находят разговор, найдут о чем поговорить с пассажирами, то есть, естественно, нам не скучно в поезде. Ну вот, представляете, как много всего разного. А что-то, может быть, еще какие-то направления есть, какие-то отряды, о которых хочется сказать? Конечно. В этом году впервые наши студенты, студенты строительного университета, прошли конкурс на всероссийский проект. Ребята работали в Крыму в сельскохозяйственных отрядах. Ух ты, это что-то собирали они там. Да, да, да. Крымская фруктовая компания. Наши ребята, как уже сказал, из строительного университета отправились туда. Они как раз собирали фрукты, вывывали в Крыму. И, думаем, это направление будет дальше развиваться. И также есть пятое направление, это сервисные отряды. Оно только развивается. Это работа официантами, поварами, некий гостиничный бизнес. Есть всероссийский студенческий такой проект, тоже в Крыму. Ялта Интурист, это огромнейший, значит, объект. И ребята туда трудоустраиваются. Ну вот, учебный год начинается, так понимаю, следующее лето, уже надо как-то записываться. Лен, ну вот ты поедешь так же, будешь с детишками работать? Да, так же. Ну то есть на стройку тебя не заманить? Нет. Ребята, я так понимаю, у вас заканчивается учеба? Будете, или еще продолжается учеба? Да, к сожалению. Ну вот у Антона заканчивается. У меня еще полтора года, то есть я успею еще заниматься. А вот вопрос такой, первокурсники принимаются в стройотряды? Те, кто нас сейчас смотрят, всех мы вас поздравляем с началом учебного года. Как вот стать частью этого движения? На самом деле все очень просто. Сначала нужно оставить свои данные. У нас есть сайт, который уже работает. Очень простое название трудкрут.рф. Ух ты! Это некий лозунг. Там простая форма, буквально, фио, номер телефона, учебное заведение, ссылки на социальные сети свои. И дальше уже все крутится, завертится, организационные собрания расскажут про все направления. Вы выберете то, что вам ближе, и все. Ну а вот каково это руководить таким, не знаю, большим движением? Ведь это же не на всю жизнь все равно, или на всю жизнь? Время покажет. Это, конечно, это опыт, который нужен. Наше Самарское региональное отделение достаточно молодое. Мы чуть больше года существуем. Ну, вас много уже. Но, тем не менее, да, развиваемся. Огромнейший у нас потенциал. Большое количество учебных заведений, большой регион. Будем и дальше работать. Ну, в принципе, получается, ребят, что вы не жалеете, да, никто о том, что вы попали в строительство. Работа – это работа, которая как бы должна быть не только в качестве заработка, но и в удовольствие. Кого-то вот удалось подбить с собой? Да, достаточно огромное количество человек пошли в проводники. Серьезно? Мы делали большую рекламу, то есть набирали как можно больше людей. И в этом году у нас получилось так, что за всю историю набрался самый большой сводный студенческий отряд проводников «Жигули» численностью больше 300 человек. Ого! Это рекорд? Заявки, конечно, подавали около 400. Ну, ребята отсеиваются. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Ну, кто-то проходит, как говорится, эту школу, кто-то нет, кому-то действительно. Ну, дело в том, что если, да, снова про проводников, там какая ситуация? Летом пассажиропоток вырастает. Ну, да. Есть штатные проводники, так называемые, кадровые, а вагонов становится гораздо больше. И никто, кроме студентов, эту работу не сделает. Ну, и плюс кадровые проводники тоже люди, и хотят, отпускайте, и ничего лучше, чем идти летом, нету, потому что море, дача. И на смену им приходят именно отряды наши. Наши отряды проводников не только в Самаре работали этим летом, но и был выездной отряд в количестве 60 человек, которые жили и работали непосредственно в Саратове. Привет, Саратов! Привет, Саратов! Сколько бы мы ни набрали, мы однозначно всех трудоустроим, все будет хорошо. Ну, получается таким образом, что та вот славная традиция, которая там нашими родителями, бабушками, дедушками начиналась, сейчас она подхватилась и вновь, да, там, 2004 год, когда это все вновь, там, об этом заговорили, закрутилось. То есть 17 февраля, я так понимаю, будете отмечать славный праздник, но я думаю, мы по этому поводу еще соберемся и пообщаемся. Друзья, если вдруг есть какие-то у вас вопросы, если есть какие-то, может быть, я не знаю, темы, комментарии и так далее, смело можете ребятам задавать их. Я думаю, что мы сделаем репост обязательно в наших группах о том, где найти этот замечательный, не знаю, комитет, отдел, где собраны все представители. Ну, и, конечно же, вам большое спасибо, что вы пришли на этот эфир, рассказали нам, может быть, мы как-то кого-то заинтересовали, показали, может быть, кто-то примкнет, а вдруг 100 человек. В любом случае, поддержка важна, мы же, в свою очередь, за поддержку благодарим, наверное, и вам тоже хочется, возможно, к нам присоединиться, Департамент культуры, туризма, молодежной политики. Вам спасибо, что вы как-то помогаете, поддерживаете, как-то информационно в том числе. Ну что, спасибо вам большое, ребят, командиры, бойцы, руководители, вот они, то наше будущее, которое, собственно, нашу страну строит, будь то педагоги, будь то строители, проводники или просто люди, которые занимаются чем-то очень полезным, нужным и добрым. Вам большое спасибо, ребят, а вас всех с наступившим уже учебным годом, наши темы будут продолжаться, будем совсем скоро, через неделю здесь отмечать день рождения нашего любимого города, тема будет интересная, присоединяйтесь.